Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На Кубани разработают единый стандарт охран школ. Торговать арбузами можно и нужно, но в специально отведённых для этого местах. Мальчишки и девчонки, а также их родители в Анапе снимают ералаш. И сейчас обо всём подробнее. Активнее привлекать казаков к охране школы рекомендовал временно исполняющий обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев. Об этом он говорил на краевом совбезе. Устаревшие подходы к обеспечению безопасности детей в школах нужно пересмотреть. Сторожа, которые получают копеечную заработную плату, может быть и выход для бюджета учреждения. Но в защите наших детей полный ноль. Это профессиональная охрана. Пусть она дороже, но зато её сотрудники, профессионалы, которые смогут оперативно отреагировать в штатной ситуации на действия вины, что будут попытаться постигать на безопасность детей в школе. Сегодня казачьи дружины охраняют всего 25 школ в крае. Исполняющий обязанности губернатора Кубани предлагает активнее использовать ресурс казачьего войска. Вице-губернатору Николаю Далуди дано поручение разработать единый стандарт охраны школ. Отдельной темой прозвучали результаты проверки школ надзорными и контролирующими органами. В Анабе приёмку прошли все учебные заведения. Выявленные замечания должны быть устранены в течение этой недели, подчеркнул глава курорта. Школьная тема звучала и на приёме главы Анапы по личным вопросам. К Сергею Сергееву обратились жители хутора «Рассвет». 26-я школа малокомплектная. Слухи о том, что её могут закрыть, не дают людям покоя. По их словам, в ближайшей перспективе в неё пойдут дети из новых микрорайонов «Зари», «Тарусина» и «Рассвета». Вы знаете, почему мы к вам пришли? Потому что мы надеемся только на вас. Зная вас столько лет, человека государственно мыслящего масштабно, вы это понимаете хорошо, как можно закрыть школу на три хутора. Пока в «Рассвете» обучается всего 18 детей. Федеральная реформа образования, к сожалению, не благоволит малокомплектным школам. Учителя получают мизерную заработную плату. Надо соблюсти интересы и родителей, и педагогов. Мы стараемся учителям, чтобы получали достойную зарплату. За 7 тысяч сегодня не проживёшь. Как рассказала нам начальник управления образования Наталья Микитюк, шефство над 26-й школой возьмут коллеги из Гайкадзорской 14-й школы, чтобы сбалансировать нагрузку и в результате зарплату педагогов. С 1 сентября будет продолжен образовательный процесс в школе, в начальной школе номер 26, хутора «Рассвет». Преподавая учителя, которые там работают, они продолжат свою деятельность. И учителя, которые перешли в 14-ю школу по совместительству, они будут обучать детей 26-й школы. Ещё в неурочное время мы планируем развивать такие виды спорта. На территории этой школы есть хороший спортивный комплекс. Мы хотим развивать такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, плюс ещё шахматы и шашки именно для учащихся этого образовательного учреждения. Как ремонтировать так, чтобы не разрушать всё вокруг этой теме, глава города уделила внимание на городской планёрке. Разговор о благоустройстве начался с обсуждения улицы Терской. Там дорожники ДРСУ «Вираж» меняют бордюрный камень. Дело хорошее, но многое зависит от того, как выполнить свою работу. Ну, если мы вскрываем асфальт, укладываем бордюры. Ну, есть же специальная пила, которая может пропилить асфальт на всю длину, да? И когда мы его начнём вскрывать, он не будет вскрываться вот этими вот отрывами, а будет эстетично, аккуратно вырыто приямок траншеи для того, чтобы уложить бордюр. Нет, надо раскопать вот под такой бордюр, вот такой ширины траншею и глубины по поясу. Приостановить все разрытия и заставить дорожников привести улицу в порядок потребовал глава Анапы от управления жилищно-коммунального хозяйства. Тему городского хозяйства продолжил вопрос энергоснабжения. Причиной аварийных отключений энергетики нередко называют потребление сверх нормы. Но кто подключает нелегалов – встречный вопрос. Вот я вам хочу задать вопрос. Сколько ёмкость раствора бетонного узла энергопотребления? Кто мне может сказать из присутствующих? Сколько? РБУ? Сколько потребляет? Ну, еду с киломатами. А? Не, ну, 100, наверное, максимум. 100 киловатт. 50 киловатт? Много или мало? Много. Много. Пожалуйста, на Анапском шоссе, на Субсекском шоссе, за Красной площадью, с левой стороны, вид разрешённого использования земли какой, Артур? Под склады. Присаживайся. Стоит РБУ. Кто-то ж ему электроэнергию дал. Понимаете? Меня интересует обеспечение людей электроэнергией в курортный сезон. РБУ мне совершенно неинтересно. И если провести анализ промышленного отъёма электроэнергии, то как раз вот из-за них, из-за них, в большинстве случаев и происходят аварийные ситуации. Ещё одна проблема – продолжительность восстановительных работ. Большую часть времени энергетики тратят не на ремонт, а на поиск владельцев трансформаторной подстанции. А страдают, конечно, люди. Энергетики должны располагать всеми контактами владельцев ТП, чтобы минимизировать сроки восстановительных работ. Юридической службе Управления жилищно-коммунального хозяйства глава курорта поручил подготовить соглашение о взаимодействии с частником. В стихийной торговле на обочинах дорог не место для реализации бахчевых культур. В Анапе определены места. За разрешительными документами предпринимателям необходимо обращаться в Управление торговли. Мониторинг объектов придорожной торговли прошёл под руководством заместителя главы курорта Людмилы Терещенко. На Супсехском шоссе товар разложили прямо на обочине дороги. Рядом свалка. В отношении предпринимателя возбуждено два административных производства за несанкционированную торговлю и захламление территории общего пользования. Заплатят штраф и жители села Варваровка, которые выставили фрукты и овощи на тортуар. Неприглядная картина на Анапском шоссе. 27 тонн арбузов раскидана по территории общего пользования. Торговый объект, если можно так его назвать, в антисанитарном состоянии. Газон испорчен. По поручению главы курорта определены места для реализации бахчевых культур. Предпринимателям необходимо обратиться в управление торговлей и потребительского рынка для оформления разрешительных документов на реализацию сезонных продуктов. Нарушители заплатят внушительные штрафы. Лето на исходе. Анапские оздоровительные лагеря прощаются со своими воспитанниками до следующего лета. Процесс расставания наполнил незабываемыми эмоциями. Процедура отправки детворы проводится по всем правилам безопасности. У санатория ВИТО все наготове для отъезда на железнодорожный вокзал и в аэропорт. Новенькие комфортные автобусы, скорая помощь, сухие пайки, вода и даже памятные сувениры. Это смена из Мончегорска и Заполярного. Кольский металлургический обогатительный комбинат отправляет сюда детвору своих сотрудников несколько лет. Но несмотря на то, что многие приедут сюда еще не раз, расставание с друзьями трудный этап. Кроме солнца, моря и фруктов, детям важна та уникальная самостоятельность, которую предоставляет санаторий им в управлении отрядной жизнью. Мы же не просто санаторий и детский лагерь. Мы республика. У нас есть страна, в которой несколько республик. В каждой республике губернии. У нас нет отрядов, у нас города. Мы живем по своим законам, которые мы обязательно соблюдаем. У нас управление полностью осуществляют дети. В каждую смену выбирается Государственная дума в республике. Свой спикер, вице-спикер и депутаты управляют страной. Многие дети выросли в этом санатории, приезжая сюда каждое лето. Ребят, вы приедете еще сюда? Да! Я не слышу! Да! А знаете, я оттуда знаю, что вы приедете. Рядом со мной стоит Таня Можникова, которая была... Ну, она не была маленькой девочкой сразу, потому что они были спортсмены. Они были у меня на городе на 33-м, как и у Кашушки, мои любимые. Вот. Она была любимым. И теперь ты кто? Теперь я министр юстиции. Министр юстиции. Самая окружительная карьера. Слезы расставания – лучший свидетель удовольствия от отдыха, полученного в санатории. За 42 дня дети ощутили себя гражданами большой страны. Ведь не зря же Анапа – республика детства. Занимая свои места в автобусах, детвора твердо знают, что вернется на Анапский солнечный берег еще не раз. То внимание и забота, которую они почувствовали здесь, не забудутся никогда. Любимое детское кино «Иралаш» снимается в санаторно-курортном объединении «Смена». Ребята со всей страны становятся здесь кинооператорами, режиссерами, сценаристами и актерами. Фильмы, снятые по детским идеям на церемонии закрытия фестиваля «Остров детства Яралаш», получают награды, как на настоящем фестивале. Сегодня в смене решающий день закрытия фестиваля. Это последняя репетиция. «Иралаш» на сцене – еще один проект, который совершенно неожиданно понравился детям. Ведь их замечательный педагог по театральному мастерству Александр Ребец удовольствие постижения кино продляет увлекательными уроками, в которых игра позволяет по-взрослому раскрыть творческий потенциал любого ребенка. «Это немножечко другой жанр, это немножечко по-другому расставляются акценты. И я стараюсь ребятам рассказать, показать, чем отличаются съемки в кино «Яралаш» от «Яралаша» на сцене. Потому что если будет неудачный дубль, его можно переснять. Если, например, там солнышко зашло или еще что-то такое, поменялась картинка, это можно переснять. А на сцену ты выходишь, и от начала до конца ты должен свою роль раскрыть». Учат и сцена, и специалисты, дающие основу мастерства быть гримерами, актерами, сценаристами. «Сначала мы приехали, провели мастер-класс по кинопроизводству. Отдельный мастер-класс по операторскому мастерству, отдельный мастер-класс по звукорежиссуре. Отдельный мастер-класс у нас вот Александр Николаевич проводил по актерскому мастерству. То есть все основы профессии дети узнали, практические занятия у них были, они выходили в поле. Они снимали сначала кошек, все, что видели в окне, а потом уже началось у них создание собственного сценария». Руководитель проекта Борис Грачевский с удовольствием наблюдает, как детвора по сюжетам, вышедшего на экраны в разные годы Яралаша, снимают свои сюжеты. В этом году из четырех команд самыми сильными оказались муромчане. «Четыре команды у нас снимали, отталкиваясь от сюжетов Яралашных. Одна команда у нас такая самая крепкая оказалась, это были как раз муромчане. И они решили, вот как они вцепились в свои... То есть задумка у всех, замысел был у всех, но не всем удалось его до конца довести. Эти своим характером вцепились в этот сценарий, и они до конца все-таки его дожали». Для чего же это смене? «Каждый ребенок находится рядом с профессионалом, снимает, допустим, оператор. Профессионально снимает, рядом стоит ребенок, который учится этому, помогает ему. Допустим, те же гримеры, то же самое, звукорежиссеры. К ребенок приезжает, и он имеет право выбирать. Вот смотри, вот есть это, что тебе интересно. Вот ему интересно, допустим, стало быть оператором, да, ему пощупать камеру, да, посмотреть, как это делается. Он идет туда. Ему другому интересно быть актером. Вот они как-то вот распределяются к кому-то по интересам, и они вот начинают потихоньку постигать вот эти вот азы этих кинопрофессий. Вот в этом самый глобальный смысл, да, когда вот с Борисом Юрьевичем только начинали программу «Постродетство вернала», что только придумывали, это была основной целью – дать ребятам понять, что это такое, показать. Яков Робертович написал песню, которая стала символом этого фестиваля. Она живет уже много лет и отражает суть происходящего с детворой, по-настоящему любящий и кино, и возможность участия в нем. Здесь каждый ребенок готов стать актером и режиссером сценарий писать. И все свои мысли и постановки ему здесь помогут на пленку отнять. Завершит выпуск прогноз погоды, партнер прогноза погоды, салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В среду 26 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 22-28 градусов со знаком «плюс». Ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы, генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.